случится, поэтому мы имеем возможность вопросы задать, если у кого-то есть. Микрофон, микрофон, микрофон. Закость, можно начать? Скажите, пожалуйста, мы всем предлагаем возможность использовать туский спектр, а какой оптимальный метод хромоэмбископии для церкви пищеводов? Спасибо большое за вопрос. Метиленовый синий как-то корвой, если вы довлекаете на это. В общем, эффективен не очень, только если это цитоскопия. Раствор любого не окрасит плоские бетели, но не окрасит ни рубцы, ни эрозии, ни яд, запутает вас даже больше. Наверное, все-таки в отсутствии НБА только полутора процента раствор уксусной кислоты. Но в любом случае используют все доступные методы. Это обязательно. Часто сталкиваемся с ситуацией, когда доктор обладает мощнейшими системами энероскопической диагностики и не пользуется даже на третьих функций. Вот это намного неприятнее ситуация, нежели чем просто не иметь и стараться как-то выполнить правильно. Поэтому в вашей статье, я думаю, что это кислота, и вы все равно больше информации получите. Спасибо. Доброе утро. По описанию, так скажем, самого вещеводопарта, я встречал очень много протоколов и пользуюсь самым описанием вещеводопарта. В основном сегменты описывают, и многие такие протоколы видел, от передних листов. Размер, длина, а и много протоколов, которые описывают. От чего отделяется 4-6? От какого момента? Пражской классификации. Циркулярный, да? Циркулярный сегмент от вождой. И, ну, понятно, единственное, М. От чего измеряют? От кардиосфегиального фигуризона. От кардиосфегиального доза-длиния. Это пражская классификация, там четко прописаны эти критерии. А в описательной части, когда мы пишем, безусловно, что же длину от резцов, где мы выявили верхнюю границу языков, Но в заключении МЦН критерий считается от картосегиального перехода анатомического, от тех палисадных сосудов. Да, конечно. Вот когда вы видите, но в белом цвете палисадные сосуды не видно. Скорее я бы сказал, что они в условиях воспаления не видны. Иногда они видны даже лучше в белом цвете, нежели чем в НБА. Но есть второй критерий, максимальный край складок кардии. Пожалуйста, это также просто классификация, как возможные опции описаны. Вот и второй вопрос. Метиленовый синий. Вы и вчера акцентировали на это внимание, Сергей Сергеевич? Однопроцентный. Вообще во всех методичках, начиная с Балалыкиновского, 4% метиленовый синий. Ну, во-первых, 4% метиленовый синий запрещен в нашей стране для применения. Что было в методичке, я сейчас не знаю, сейчас разрешен раствор 1%. Во-вторых, если говорить об эмоцитоскопии, 4% метиленовый синий может быть серьезным мутагеном в отношении ГНК. И об этом писали. Однопроцентный метиленовый синий из метиленового синий, стандарт во всех японских исследованиях, всеми авторами. И более того, при исследовании ин витро, Сергей Сергеевич был доказал, что 4% действительно уже обладает мутагенным эффектом. У меня 4% нельзя использовать на людях. Спасибо. По поводу красителей хочу добавить, что в данном случае метиленовый синий используют для того, чтобы прокрасить ядра. Правильно? Для этого принципиально. А если мы хотим рассмотреть рисунок поверхности слизистой, ямочки и всякие прочие дела, то есть еще индика кормить. Да, он может быть немножко дороже, но это официальная вещь, которую вы можете купить либо в аптеке, либо у наших некоторых производителей оборудования в виде стерильного раствора. То есть, в данном случае, чтобы подкрасить рисунок поверхности слизистой, не обязательно использовать метиленовый синий, хотя она дешевле. Купил килограмм порошка на всю жизнь. 42 рубля за 100 миллилитров. Но мы используем только для энзоцикопии, для окраски ядер, больше ни для чего. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня вопрос к коллеге-патоморфологу. Как относиться к тому, когда в заключении пишется желудочная эктопия или кератоз? Ну, кератоз – это очень просто. Это на поверхности, поверхностной части, у нас кератические масла. Это гиперкератоз. К этому ничего страшного. Никакого отношения к пищеводам нет. И поэтому на это не обращайте внимания. Эктопии – это дальние старые годы. Так же, как и эктопии шейки матки, так и здесь. Надо просто чаще подходить к подобным. Что-то вам непонятно? Очень, очень беседуемо. Пусть это будет каждый день. Когда я была мастер-жилом в Гиги-Коле, это было постоянно. Эктописты каждый день группами приходили в группу. Это было абсолютно нормально. – Спасибо. – Ну, да. – Ну, ты готов. – Добрый день. – У меня вопрос к Кириллу Вячеславовичу по поводу. – Дмитрий Вячеславович, если предшествующие какие-то множественные биопсиевые характеристики влияют потом на лечение на то же самое последствий секции, развитие эрубцировых структур или фиброза, на проведение лечения потом оперативного лечения? – Ну, конечно, влияет. Единственное, что когда мы говорим о каком-то видимом образовании там в толстой кишке и призываем оттуда биопсию не брать, не только мы, а там и все прочие, да, и говорим, что это секция, иначе там заслуженная и все такое прочее. В данном случае в пищеводе мы не можем без взятия биопсии каким-то образом завершить свою стратегию лечения, в принципе, от консервативного до какого-то другого, связанного с резерцией либо с листом, либо с удалением пищевой. Поэтому пищеводе надо биопсию брать. И более того, протокол взять биопсию очень агрессивный. Если прочитать там Сиэтлский протокол, то это четырехквадратная биопсия каждые два сантиметра циркулярного поражения. И морфологи, на самом деле, те, которые второго уровня экспертного, которому посылают кусочков, всегда кусочков мало. Если нам всегда много, нашего первого линия экспертного людям всегда мало. Поэтому биопсию надо брать из пищевода агрессивно. А все резекционные технологии, они в основном клопачковые, если у них спасли листый слой, опять же, для того, когда не хватает результатов биопсии, грубо говоря, щепковой. Поэтому для пищевода это не работает. А десерцию в пищеводе делать по поводу пищеводопартов, потому что люди, которые уже имеют богатый опыт на клопачковой резерции, понимают, что десерцию будет делать проще, чем брать пищеводопартов. Потому что мы методики сопряжены с риском неприятных историй. Ну и получается мужественная биопсия и потом усложняет для дальнейших. По идее, да. Но тем не менее. И мне вопрос именно, с чем? С чем? С чем? С чем вы смотрите? Понимаете, почему не отменили Сетовский протокол? Потому что все рекомендации пишут для всех. Но все имеют различные возможности для достижения конечного результата. Если мы говорим о том, что сейчас были все технологии, которые Сергей Сергеевич показал. Вообще люди, когда занимаются пищеводопартов, говорят, если у вас нет зуба, зуб эндоскопа, то вообще не занимайтесь пищеводопартов. Идите куда-нибудь в другую область. Но это правильно, на самом деле. Сейчас спрашивали предыдущий вопрос, какие красители. Не надо вам пользоваться красителем. Вы выявите пищеводопартов, возьмите биопсию, как и Баловину по Сетовским протоколам и отправьте человека в экспертный центр. Не нужны вам эти пациенты. Вы же не делаете диссекции из-за того, что вам хочется их сделать, но не имея эту возможность. Надо признать, что у вас нет возможности правильно вылечить человека с пищеводопартов. Несмотря на то, что методы лечения могут быть достаточно простыми. Мы же не претендуем на то, что у нас там, я не знаю, там, обруч над головой и все такое прочее. Просто имеем эти возможности. Вот и все. Если вас посадить в какое-то место, где будут эти возможности, через год вы будете иметь ту же возможность. Я призываю просто не делать экстрадвижение на месте. Отправьте человека радостный. Там вам что-то делать. На биопсию вы должны сделать на месте. Конечно. И хотел добавить, я скажу вам, что, по-моему, если не ошибаюсь, три года назад Кирилл Вячеславович и Иван Юрьевич приезжали в Новосибирск с мастер-классом, где мы демонстрировали, как кажется, вчера. У моего пациента с пищеводом БАР, которого длительно лечили мы. И результат был с того же лучшего, как говорится. И после того, как было проведено вчера, Кирилл Вячеславович немного раскромничал, потому что, на самом деле, сама операция очень зрелищная. особенно, когда колпачком происходит раздирание со скапелами бетели. И это сомнелит все. Но, на самом деле, интересно. И результат, в течение полтора года я отслежу его. То есть, в рецидивах новых участков метаплазии. Спасибо. Спасибо, Алексей. На вопрос. И у нас еще есть вопросы? Спасибо. 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 Пожалуйста, чистый, практически, с подозрением. Почему не так? Мы не сможем. В зале видим С2, М4, М4, М6, но при этом видим плазм, что там тоже выдачная, и в плазме, и в плазме, и потом получаем это подтверждение. Как должен наш исключительный звучать? Если вы достоверно увидите только желудочную метаплазию, я согласен с зумом эндоскопии, посмотрели, пишите короткий сегмент желудочной метаплазии. Но с Тома Парретт в эту ситуацию не писать, потому что иначе сейчас возьмете биопсию, будет желудочная метаплазия, и пациент вам скажет, что это, доктор. Более того, у нас бывает очень часто ситуация, что на пани терапии гидропротонной помпы даже в длинных сегментах, это только желудочный тип, мы блокируем желчный рефлекс, он с изоксихолиевой кислотой. В результате мы пишем пищевод Барретт с признаками лекарственного патоморфоза, да, эндоскопические признаки, но если это первично, то мы не скажем пищевод Барретт. Скажите, пожалуйста, мы сейчас говорили о тактике и пищеводе Барретт, но в связи с тактиком гидропротонии и лечения, а от чего это в кишечнике, а от чего это в желудочном патоморфозе? Как написано в большинстве рекомендаций, ввести данного пациента как пациента с гидропротония с гидропротонией, не принимая по вниманию наличие метаблазированной эпителии в пищеводе. Но опять же, по статистике, если это будет более двух сантиметров, кишечная метаблазия при первичном отборе, там будет, особенно более трех. Более трех гарантий более 90%, что вы там найдете кишечную метаблазию. Да, вопрос просто, насколько вы, как бы, выбыл или биопсию, нашли эту зону кишечной метаблазии. Есть два варианта, вот как предлагает Кирилл Ишлавович, как предлагает большую часть мира, Севернский протокол, щеркарная биопсия, либо если вы зум-эмби-эндоскопии, то максимально оттаргетирован найти зону кишечной метаблазии или слабой дисплазии положим. Ну вот, как-то. Так, Кирилл Ишлавович сам хочет задать вопрос. Сергей Сергеевич, вопрос. Что делать, просто сегодня слово уже прозвучало, приживудочной эктопии вообще? Это часто бывает? Нужно лечить? Не нужно лечить? Является ли это осложнением лепусной болезни и вообще подходом от комнаты? Ну, вы знаете, я, наверное, попрошу, попрошу Леону Михайловну разъяснить нам всем понятие, что, чем отличается понятие эктопии вообще от метаблазии и где то, где другое. Мы знаем хорошо, что эктопии всего может быть, и поджелудочной железы, и там, и прочее, прочее. Это при закладке, при эмбриогенезе, все-таки не так пошла закладка. И вот оказался окс характерно для того или для другого органа. Но, как я представляю, это абсолютно не есть дождественное понимание спущенного лимбара. Клинического лимбара. То есть это разные все-таки вещи. Поэтому я вам, коллеги, посоветовала уточнять, вот, по-другому, которые такие вещи пишут, как это фокус очаг, на каком расстоянии, связаны ли с эндоскопическим клиническим восприятием этого статуса локалиста. У меня, собственно, вопрос был в отношении глоточно-пищеводного локализации и сегментов, потому что у меня есть свой ответ. Я хочу вас спросить. У меня тоже есть ответ. Мы этим вопросом занимались с профессором Владимировичем Заратьянцем. Сейчас считается, что эта ситуация развивается вследствие наличия желез желудочного типа в норме вообще, то есть, как вариант нормы, в шейном отделе пищевода. Они не имеют выводных продуктов зачастую. Они кистозно изменяются, превращаются в кисты, высланные желудочным петелем. Кисты, в конце концов, как цветы, раскрываются, и получаются участки вот этой гетроатопии, скорее. И они бывают секретирующие, то есть это аксиндиктайк. Бывают не секретирующие. Секретирующие пациенты чувствуют нетипичную изжогу. У нас есть структуры за счет именно секретирующей данной зоны. Раньше считалось, что это врожденное, но вот сейчас как-то мы поменяли концепцию. А ингибиторит протонный помпы лечить? Я бы никаким коагулятором в ширине отдела пищевода, но побоялся бы, лично я. Вопрос к поводу вашего предложения по лечению пациентов в экспертных центрах. Да? Вы знаете, более опыт. Я понимаю это. А где они? Центры где? Нет. Центров много. Я понимаю, что центров много, которые занимаются. Вы понимаете, у кого-то более своя балла добавили? Или мне бы не хотелось, как говорится, чтобы здесь руки были нормальные, у кого круче? Не в этом вопрос. Я имею в виду другое. Ну, как правило, всегда есть областная клиническая больница, да? Если говорить не про крупные, не про центральные регионы, где в центрах на многом городе, а как минимум район, в смысле областная больница, минимум уровень областной больницы. Если они с этим не справляются, тогда они отправляют дальше по инстанции. Но это, ну, как-то… В Москве намного проще, и там, в Питере, потому что много людей этим занимаются. Еще раз можно? Кирилл. 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 Вопрос. В продолжении темы предыдущего, так скажем, его коллеги. Россия вообще огромная страна, насколько вы все знаете, да? И на 90% у эндоскопистов аппараты от Оуэрс, видите ли, просто ничего нету, так скажем, да? Вот. Диагностические варианты на 150 миллионов, да, нету. У Москва, Питера, про областные центры вообще речи не идет. Уфа, большой город, и пищеводом Баретов, серьезно, никто не занимается вообще в этом отношении. Онкологи отмекиваются, это занимается вот. Славить Москву? Нет. Невозможно отправить в Москву, невозможно Кириллу славить. Просто-напросто, обычная поликлиника, где-то прошло, так скажем, доктор умный взял пятью, и там затвердился пищевод Барета. Ну, даже в степень дисплазии. Я просто вас немножко даже вынужден прервать. Это невозможно ответить. Мы никогда не добьемся ответа, можно в кулуарах там выступать. Но это вопрос не о том, это вопрос организации медицинской помощи. Вы с вами не организатор? Нет. Я нет. Сергей Васильевич, ну тогда это не к нам вопрос. Вот. Мы просто, если, как бы, остаться все по-прежнему, то сегодняшнее заседание прошло для вас мимо. Потому что мы тут корячились и говорили о том, как это важно использовать что-то такое, что не везде есть. Вот. Но если все это остается, значит, я где-то зарубочку сделаю, что вам надо предпринимать какие-то усилия, чтобы маршрутизировать пациента. Но это вопрос не к нам. Мы с удовольствием примем его на месте. У кого-нибудь отказали? Я тоже. Соответственно, как бы, если к нам пациент подходит, мы не всегда, ну, найдем лазейку, как его пристроить. Но маршрут, маршрутизация с региона, как бы, в центр куда-то, ну, это ваши уже вопросы. И к вашему региональному центру фонда здравоохранения. Последний вопрос. Я слышал про биопсию при гетеротопии в шейном отделе пищевода. Значит, позиция какая? И при пищеводе, при первичном осмотре, и при гетеротопии возьмите биопсию. В мониторинге можете не брать, но вы должны знать исходное состояние, чтобы это было не вашим домыслом, а юридическим. Пусть ваше мнение подтвердит патологоанатом. А дальше уже наблюдайте, если у вас есть соответствующие методы, которые позволяют оценить ярмышный рисунок, можно в мониторинге и не брать, но первичное обязательно. Пожалуйста, можно еще один? Ну, полминуты у нас есть. При взятии биоптал из шейного отдела пищевода и в зону предполагаемой гетеротопии пришла ткань слюной железы. Что делать? Ткань слюной железы. Что делать? Ткань слюной железы в биоптате из шейного отдела пищевода. Я тогда в жизни не видела, но я, конечно, в данном случае не ходите, я к вам говорю. Что это, видимо, связано с адвокатами? Потому что это умоидные варианты, бывают везде, в яичнике и где угодно. Нужно просто на самом деле уточнить, если что, приносить и уберемся. А клинически наблюдать его нужно? Или что делать дальше с пациентом? Так-то как? Надо сначала крайнюю диагноз поставить. Это главное. Хорошо. Коллеги, у нас 10-минутный перерыв и будет...